Поскорей бы мне увидеть маму, солнце, цветы и море. Я ведь люблю плавать. Я знаю, что мир вокруг прекрасный и добрый. Под прикрытием соблюдения прав человека власть разрешила делать черное дело. Царь иудейский Ирод два тысячелетия назад сделался символом вопиющего бездушия и жестокости. 14 тысяч невинных младенцев по его повелению были убиты, пострадав во имя Христа. Россияне сегодня убивают 13 тысяч ежедневно. У него был всего один такой день в жизни. У нас каждый день. Святая Русь превратилась в странную убийцу. Все дает впечатление, что мы стали жертвами в выполнении политического заказа на снижение численности населения. Любая нация, организация или индивидуум применяющие подобные меры, в том числе и рассчитанные на предотвращение деторождения. Виновным в геноциде по международному законодательству. Согласно Конвенции, любое индивидуальное участие в такого рода действиях рассматривается как преступление против человечества. Даже если подобные действия легальны в той или иной стране, любой человек, любой человек, соучаствующий в подобной деятельности, может быть обвинен в геноциде. Материальное благополучие не может быть построено на крови. Не омрачайте свою совесть. Не берите на свою душу такого греха. Не считайте себя вправе распоряжаться чужой жизнью. Осознав сами, постарайтесь достучаться до каждого сердца в надежде быть услышанными. Интересно, слышит ли мама стук моего сердца? Оно бьется так ровно, а я уже все слышу. А если очень громко, то прикрываю уши руками. Мне тоже, мамочка, нравится твоя любимая музыка. Я расскажу, когда вырасту, обо всем, что мы делали с тобой вместе. Не сомневайся, мама, у тебя будет хороший, достойный сын. В России миллионы супружеских пар годами стоят в очереди на усыновление. При этом желающих избавиться от нежелательной беременности в десятки раз больше. Что это? Схудение любви и жалости? Бессердечность людская? Безмолвный крик стоит над Россией. Мы превратились в нацию дет-убийц, пытаясь построить благополучие на крови своих детей. Неужели мы сами решили осуществить неудавшийся замысел Гитлера, основной постулат теории которого голосит? Есть много путей, систематических и безболезненных, чтобы заставить нежелательные расы вымереть. Биологическая плодовитость региона должна быть подавлена поощрением разврата, абортов, контрацепций. Убийство есть про образ войны. На малыша ополчились, нацелились и убили. Убили все маленького беззащитного. На него нацелились инструментами. На него нацелились оправданиями. На него нацелились теориями и мировоззрениями. И справились так с ним. Справились. Победили его, такого маленького и беспощного. И душа мантери, после этой катастрофы, она способна на все. Она способна на любую одному, на любую жестовость. У нас еще есть возможность искреннего покаяния. Шестая заповедь гласит. Люби. Этому греху нет оправдания. Сегодня моя мама меня убила. Убила. Как ты выдал светильник, солнце щекочет глазами. Жаль, никогда не придется мне вашего видеть лица. Тепло ваших рук, улики на свет. Странно. Странно. Я вроде ездил, но для нас уже нет. Да, вы чудная женщина. Я бы назвал вас прекраснейшим именем. Мама, не надо. Мама, не надо, хотя бы сегодня. Я бы думал быть в стороне нам здесь под сосной. Ты слишком велик, чтобы вы обо мне позабыли. Вот и все. И на голову эту уже не наденешь картуз. Боль. Но это пройдет. Я вас совсем не виню. Я в джентгале, хоть еще и совсем караул. А песня не грустная. Просто я так пою. И в правде ваш Господь есть любовь. И потому Господь говорит, я тебя выведу из твоего падения. Я даже не вспомню то, что ты сделал. Так и дай мне свою. Приходит время, когда каждый обязательно задает себе вопрос. Что такое жизнь? Для чего я живу на этой земле? Смогу ли я пройти путь, данный мне Богом? Да. У каждого впереди и есть свет надежды. А-а-а! Что такое жизнь? Смогу ли я сижу! Грэм, рэм, рэм. Аллаху, рэм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok